Всем привет! Давненько я не показывал как делать пушки из подручных материалов. После праздников осталось немало пробок от бутылок. И сегодня я покажу вам как сделать веселенькую пушку из винной пробки. Пушка это будет как обычно стрелять. Для этого нам понадобится пробочка от вина. Желательно две пробочки. Одна будет у нас стволом, другая колесами и пара зубочисток. На самом деле достаточно одной зубочистки, но вдруг у нас стволомается. Чтобы сделать колеса для нашей пушки, мы разрежем винную пробку ножом. В итоге у нас получится пара замечательных колес. Зубочисткой мы проделываем в них дырку. Желательно посередине, но если вы не попали в центр, это не беда. Наша пушка не критична к симметрии. Вот так. Теперь возьмемся за ствол. Проделать дыру в стволе лучше с помощью шива. Вы скажете, что дырка будет слишком маленькая для того, чтобы стрелять? Ничего страшного, это только начало. Затем с помощью ножа или любых подручных инструментов мы расширяем канал ствола. Крошек будет много, лучше использовать кухонную доску. Теперь, после нескольких минут ковыряния, ствол практически готов. Любители заморачиваться могут сделать дырку для запала сбоку, как у классической пушки. Мне больше нравится делать ее с тылу. Так удобнее пушку снаряжать спичками, запаливать. И это меньше вредит пробковому стволу. Ну вот. Из этого ствола уже можно стрелять. Наводим красоту. Приделываем к нему колеса. Я смотрю, где тут надписи. И чуть-чуть левее середины делаю шилом прокол. Здесь будет проходить ось для колесной пары. То, что я протыкаю пробку насквозь, нисколько не повредит ее стрелябельной способности. Ну вот и все. Можно приступать к креплению колес. Из зубочистки я втыкаю оси. Примерно настолько. Сейчас мы зубочисточку подрежем. И снарядим колеса полуосями. Готово. Осталось смонтировать полуоси на ствол. Пушка готова. Так как пробка очень легкая, после того, как я сделаю заряд примерно из полукоробка спичек, если из этой пушки выстрелить, она очень сильно отлетит. Это будет не так интересно. Для полевых испытаний я придумал стенды. Примерно вот такие. Это металлический диск от гантели, которому с помощью ниток я привязываю пушки. Батарея орудий готова. И теперь можно приступить к полевым испытаниям и открыть огонь по воображаемому противнику. В следующей серии смотрите огненные испытания пробковых пушек. Субтитры создавал DimaTorzok